здравствуйте в эфире программа городские встречи я в валерий седов сегодня мы в гостях у алексея бусарова и сергея газетова здравствуйте где мы сейчас находимся мы находимся в аргентине от слова аргентом серебро здесь наша мастерская где мы проводим эксперименты внедряем их в жизнь с технологиями 19 20 веков фотографическим не могу не спросить как эта идея появилась как появилась сама студия тоже сергей давно хотел сделать такую студию мастерскую для того чтобы заниматься какой-то фотографии вот он пришел ко мне с предложением может быть давай сделаем здесь еще и мокрый способ то есть мокрой фотографии то есть это то что не цифровой а то что делается руками по технологиям прошлого позапрошлого века и вот таким образом вот мы такую совершили для нас для своей для самих себя какой-то прорыв и ошибку такой вот в результате такой коллаборации у нас образовался такой творческий проект аргентина вот у нас собственно камера на которую происходят съемки а что это за камера откуда она и как собственно удалось добиться чтобы она работала она вообще в принципе предназначена для того чтобы работать мы с ней как бы ничего сверхъестественно не делали мы просто нашли достали сейчас много техники которые существуют как бы вне плоскости существования современности многие люди даже в принципе не представляют что можно с ней сделать по случаю была приобретена эта камера потом у нас есть еще и камера других форматов на которые мы последствия наверное тоже перейдем поставили здесь обзавелись материалами с чувствительными и начали вот этот творческий процесс но а камера на такие камеры снимали как давно то есть камера с какого века с какого года ну вот конкретно эта камера она по моему 80-х годов то есть в принципе в фотоателье советских времен такие камеры стояли то есть в принципе можно было прийти сфотографироваться на именно такую камеру перед тем как фотографировать людей уже скажем так профессионально приводить их на фотосессии вы экспериментировали год насколько я знаю чем столкнулись какие были сложности тройка по химии с мальцом с минусом более тщательно надо было все взвешивать отмерять то есть проблемы были непосредственно с реагентами комплексе все и с реагентами из самой процедурой потом и проявки так что было удивительно сначала нас все вроде как бы получилось а повторить никак то есть результат не повторялся вот для того чтобы стабильный результат у нас начал получаться от раза к разу пришлось вот потратить порядка года не работать с просрочкой которая не дает стабильности но вроде бы халява вот мы как бы теперь только все закупается но свежие непросрочные что работаем на свежих материалах но все равно то есть на таких аппаратах нужно наверняка работать чтобы понимать всю специфику и сложности то есть это был самый первый опыт когда появилась эта камера или со старыми фотоаппаратами уже работали до делали в старость фотоаппарат с любой фотографической камерой да нужно иметь какое-то понимание о том что ты делаешь чего хочешь достигнуть к сожалению современные многие вот в телефонах очень удобно но меня не устраивает одно как записная книжка да такая вот вот визуальная очень хорошая штука но когда микромозг камеры думает за меня мне это не очень интересно например то есть данном вопросе мы к этому подходим процессу как квесту то есть это не всегда прогнозируемый результат но чем больше нашего опыта чем больше мы набиваем руку тем больше результат нас начинает устраивать тем меньше вариантов что нам потом набьют молоду давайте вкратце распишем как происходит вот сам процесс фотографирования то есть от того момента как пришла модель уселась на стул до момента когда уже можно взглянуть на фотографию какой вот весь алгоритм достаточно протяженный процесс если человек хочет посмотреть все этапы создания изображения ему придется потратить ну часа три приходит человек моего усаживаем сергей выставляет свет наводим камеру и производим съемку получаем скрытое изображение на свет чувствительном фотоматериале проявляем его получаем негатив и дальше уже все это у нас идет по процессам прошлого века дальше мы переходим к процессам позапрошлого века получаем контактный отпечаток с этого негатива то есть без увеличения мы получаем изображение того размера который мы получили негатив достаточно захватывающее зрелище в принципе человеку неподготовленному это конечно производит огромное такое состояние шоком вводит для распечатки фотографий или как правильно это назвать для печати фотографий вы выбрали метод коричневого иван дейка почему упал выбор на него масса разных процессов которым мы наверное в процессе развития аргентина еще подойдем то есть мы не останавливаемся на конкретных этих процессах сначала мы начали с и она была интересна тем что можно было быстро получить какое-то изображение показать людям но она имела такой синий оттенок изображения не очень подходящий для портрета убирать его это еще дополнительные манипуляции производить это мы тратим время тратим еще какую-то химию дополнительно чтобы его как-то оттонировать до убрать с него поэтому от него отказались именно для портрета вот и нашли как метод коричневого андейка то есть в этом случае получается такая приятная тональность вот коричнево шоколадной до такой приемлемой серой сепии вот где вот человек вот в принципе портрет смотрится достаточно так изящно есть предположение заняться еще гуми арабиком но для нас это пока что-то такое высший пилотаж но я думаю если аргентина будет развиваться то мы найдем на это и время средства но я бы вот продолжая уже даже начал подискутировать все-таки мокрые колоди меня в данном моменте больше интересует наверное от ван дейка стоит не гуми арабик все-таки сначала мокрой колоди да там где светочувствительный раствор живет буквально там до 10 минут от момента его нанесения то есть здесь мы тратим какое-то время и можем себе так вот поговорить о чем-то побеседовать то там мы выставили свет потом наносим раствор потом снимаем и тут же надо чем пяти семи минут все это дело проявить да абсолютно то есть момента создания светочувствительные светочувствительный материала до момента проявления должно пройти минут десять максимум да то есть вот в этом промежутке 10 минут мы должны положить все создание фотоматериала фотосъемка и его обработка но эффект потрясающий когда на стекле одновременно получается и негативные позитивные изображения в зависимости от света который на него падает если смотреть на просвет это негатив если смотреть в падочном свете это позитив и там вот есть даже такие специальные рамочки которые вводят под стекло какой-то темный предмет и там ты смотришь негатив позитив негатив позитив такая вот игрушечка такая получается ну там и пластика рисунка будет другая уже потому что там чистое серебро на стекле там немножко немножко особенности к сожалению все наши процессы они на прямое визуальное восприятие на осязание на что-то еще то есть скан и размещение в интернет не дает полного представления хотя вот люди говорят это не понаслышке как фотограф знаю что такое фотошоп да я понимаю что даже вот тот метод которым мы сейчас работаем с помощью фотошопа не получить никогда потому что вот уже окунулись наверное атмосферу что совершенно другая философия съемок совершенно другой темпа ритм съемок да и как бы на цифру как не обрабатывать потом именно вот того блеска в глазах сложно будет получить потому что человек который непосредственно сам был участником этого процесса он по-другому совсем смотрит на результат если какие-то проекты помимо проекта аргентина может быть параллельно или какие-то планы ну возможно да мы до этого дойдем но при наличии свободного времени достаточного количества снять рязань на вот подобную камеру те места с тех же примерно ракурсов да но только с современными автобусами троллейбусами людьми которые в гаджеты смотрят атмосферу самого снимка оставить тех времен то есть есть альбом старинных фотографий нашего города и попытаться вот как-то сделать такое не знаю косплей или как это называется вот но уже не с человеком а с целым городом просто не хотелось бы делать вот гляньте как могу если кто-то заинтересуется да вот этим проектом можно сделать как проект и в дальнейшем там мы выскочены принципе мы открыты для любых предложений для любых каких-то авторов соавторов пожалуйста приходите предлагаете мы финансовую сотрудничество да да потому что в принципе сейчас это довольно таки дорогое удовольствие химия достаточно немало в цене вот но тем не менее в принципе двигаться надо так что какие-то такие совместные проекты мы только приветствуем два творческих человек у которых сейчас есть один общий проект от аргентина как меню насколько мне известно как вы познакомились и когда но друг друга знаете случайно да хотя мы в принципе учились в одном институте у нас оказывается огромная куча общих знакомых впоследствии сотрудничество выявилось так что как знаете как планеты периодически выстраиваются в линию у них появляется не так вот и мы сложились таким образом наши орбиты что мы сейчас находимся вместе но это не значит что мы как дальше разойдемся в творческом плане посмотрим что будет дальше потому что как гравитация планет она тоже влияет друг на друга так и мы наверное наше творчество влияет от одного на другое поэтому посмотрим что это выйдет то есть процесс он абсолютно живой он развивается он динамичный поэтому приглашаем но в аргентине есть какое-то разделение обязанности то есть там алексей занимается только одним сергей только другим или я бы так не сказал да в принципе можем работать полностью автономно друг от друга но вот как-то интереснее работать как-то вместе то есть сергею какие-то интересно какие-то световые схемы новые построить мне больше интересна химия процесса и в принципе вот и есть какие-то общие точки соприкосновения на которых надеемся что-то вырастет что-то такое сотворчество опять же насколько мне известно с тех пор как начала функционировать студия аргентина у вас нет фотографий друг друга вы фотографируете людей которые приходят но нет портретов друг друга почему у меня и до аргентины не было сапожник всегда без сапог но почему так складывается на скромные ты туда скорее вопрос того что человек себя даже в зеркале воспринимает не так как видит его другие поэтому нам лучше и проще оценить результат своей работы на примере какого-то другого человека чем на себя пока когда вот смотришь на свое изображение уже начинаешь отходить от чисто каких-то технических или творческих вопросов уже начинается проблема какого-то такого личного восприятия самого себя вот это наверное мешает поэтому наверное до сих пор не сделали такие портреты даже во время экспериментов вот этих годовых экспериментов не было ну нет почему у нас приглашали мы вот мои дети приходили потом были натюрморты то есть не обязательно именно человека не портрет то есть в принципе есть масса предметов которым можно снимать и в принципе достаточно было желающих просто прийти попозировать так что в этом мы не не испытывали каких-то потребностей для человека который окунается во все это которого впервые фотографирует на старинный фотоаппарат для него да позвольте себе сказать старинный про аппарат для него да но сознание переворачивается особенно для молодежи а вот для фотографов переворачивается ли сознание или как-то меняется ли она на время съемки просто как бы это другая реальность которой мы может быть уже немножко привыкли то есть примерно мы представляем себе какой будет результат примерно представляем какая будет реакция человека в принципе это нам нравится поэтому этим и занимаемся но опять же здесь ведь то тоже есть момент что фотографии сразу не видно и на современные фотографии можно сделать там до 10-15 кадров а здесь чтобы увидеть хотя бы негатив должно пройти время здесь надо иметь чутье опыт чутье и как бы понимание того чего ты хочешь а не безумные нажатие на кнопочку там пулеметчик здесь больше снайперская работа не работа пулеметчик ведь это же не только вот возникло сейчас лет 30 назад все время так и было то есть снял проявил может быть даже не в этот день можно через неделю через месяц и через месяц и возвращаешься к тому то есть такая как бы по шкале времени вот так вот ходишь туда-сюда назад вот в принципе в этом есть какой-то свой кайф это такая медитативная больше составляющая совершенно то есть получить какое-то настроение получить как какие-то эмоции это в принципе тоже одна из составляющих работает этот процесс алексей сергей спасибо большое что стали гостями нашей передачи ответили на вопросы на этом мы с вами прощаемся хорошего вам вечера и до встречи в эфире